ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, я инспектор гаджет. Внутренний голос, ты тут? Я тут. О-о-о-о, ты что вчера фанатов Спартака повстречал? Просто кто-то сейчас на пляжике валяется, а мне работать. А у меня, между прочим, маникюр, солярий, спа, свидание, фитнес и юга, наконец. Не кипятись. Мы сейчас быстренько же, да? Быстренько, быстренько. На платформе Google Android за последний год было выпущено немало устройств, от смартфонов до нитбуков. Но именно HiScreen PP5420 стал первым андроидом, который официально поставляется в России. Его выпускают по заказу отечественной фирмы Wobis, тогда как собирают сюрприз-сюрприз в Китае. Внешне андроид очень похож на коммуникатор Мавинова Айс. Внешняя компоновка не слишком привычна. В верхней части прямоугольного корпуса располагается трехдюймовый сенсорный экран с разрешением 240 на 400 точек. А прямо под ним еще один тоже сенсорный, но уже с разрешением 128 на 96. Этот второй экранчик служит тачпадом и заменяет собой более привычный для коммуникаторов джойстик. Начинка тоже не самая рядовая. Достаточно мощный процессор Qualcomm с частотой 528 МГц. Учитывая невысокую требовательность Android к системным ресурсам, скорость работы весьма достойная. Памяти тоже достаточно. 128 МБ оперативный и 256 МБ постоянный. Подключение к компьютеру идет через стандартный интерфейс miniUSB. Есть поддержка Bluetooth второй версии, датчик GPS, модуль Wi-Fi стандарта 802.11BG. Разумеется, коммуникатор работает в сотовых сетях GSM и HSDPA всех диапазонов. Встроенная камера типична для коммуникаторов этого класса. 3 Мп цифровой зум, фото и видеосъемка. Аккумулятора на 1080 МА в час хватает на 4 часа разговоров, а встроенный G-сенсор можно использовать для игр и управления функциональностью гаджета. Естественно, High Screen идет в комплекте с пакетом программ от Google. Google Maps, Google Search, доступ к YouTube. Программное обеспечение и интерфейс полностью локализованы. Рекомендованная цена на гаджет менее 16 тысяч рублей. Так вам. Что, 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 что случилось? На тебя напал гигантский краб? Северо-американский игуанодон. Ноготь, блин. Тьфу ты. Слушай, завязывал бы ла ты уже. А то что, в следующий раз истерика будет из-за неразделенной любви? Или может быть сумочки начнем обсуждать? Или вообще ты обзор не захочешь читать, потому что у тебя якобы голова болит? Не заболит. Ладно, детка, сейчас начнутся мужские темы, так что помалчи. СТГ для мужиков, сыр. И гаджет нужен исключительно в туалетных комнатах и крайне полезен в момент, когда вы в баре смотрите футбол, до конца матча остаются считанные секунды, а вы очень сильно хотите по-маленькому. В общем, вы бегаете, делаете свои дела и интересные моменты не пропускаете. Ну а если вдруг ваша команда проиграла, и такое случается, всегда можно сделать прямо на голову. В общем, 10 баллов. Согласна. Хотя мне этого кайфа не понять. Ну, правильно, ты же девочка. Я просто футбол не люблю. А, ну, в общем, что-то мы увлеклись, обзор и парад. Бывают ситуации, когда визитные карточки идут нескончаемым потоком. При обработке кучи визиток вручную, есть большой риск ошибиться, что может плохо сказаться на бизнесе. Ну, что ж, есть проблема, есть решение. По признанию специалистов из студии Iris, сканер визиток Iris Card Pro 4 возможно самое громкое изобретение со времен мышки. Еще бы. Это компактный аппарат массой 160 грамм, который подключается к компьютеру через USB-порт. На лицевой панели у него есть пара кнопок, однако в повседневной работе они вам вряд ли потребуются. Чтобы сканер начал работать, достаточно скормить ему визитку. Но сначала необходимо установить на компьютер программное обеспечение и откалибровать гаджет. Вот, теперь производительность может достигать 600 визиток в час. В комплекте идет специальный плотный листок для калибровки аппарата перед началом работы. Делать это надо каждый раз, иначе точность распознания снизится. Iris Card действует по принципу протяжного сканера. Помимо визиток, можно оцифровать фотоснимки формата 10х15. В этом случае лучше установить максимальную чувствительность сканера – 600 точек на дюйм. После распознавания визитки добавляются в базу, причем вместе с текстом там хранятся и сами сканы. Очень удобно. А здесь у нас другое произведение компании Iris – устройство рукописного ввода Iris Pen. Ручка, которая читает в общем, и переводит, если ее очень попросить. Правда, чтобы достичь ожидаемого результата, придется сперва тщательно подготовиться. Прочесть мануал объемом с руководства Windows, установить двухдисковое программное обеспечение, откалибровать сканер и уже затем приступать к работе. Для работы нужно провести девайсом по строке текста, нажав кнопку на корпусе. Ручка сканирует строку и транслирует ее на компьютер, где эта строка будет распознана, вставлена в открытый документ, либо переведена на другой язык – фромтом. Качество перевода, сами понимаете, ручка знает английский, французский, португальский и испанский языки. При должном старании текст распознается и отпечатывается в документе Word или Excel. Но если у вас экзамен и времени в обрез, то об Iris Pen лучше забыть. Дольше с установкой провозитесь. Друзья, в руках я держу с виду обычный Xbox 360, но с другой стороны, он стилизован под одну из игр. Высказывайте свои предположения и догадки под выпуском в комментах. Победителя, как всегда, определим с помощью жеребьевки. Подробнее об условиях конкурса читайте в первом комментарии. Слушай, я что-то подумал, а может мы с тобой посекретничаем? Ну, как подружки, посплетничаем, а? Ага, разбежалась. И как бы мне ее закадрить? Xbox 360 – уже вторая игровая консоль производства Microsoft, которая доступна в трех стандартных вариантах – Arcade, Premium и Elite. Вместе со своими конкурентами PlayStation 3 и Wii она представляет седьмое поколение приставок. Xbox с комплектацией Premium или Pro включает в себя все возможности Core, а также гибридный композитно-компонентный кабель с опциональным оптическим выводом. Это полезно знать. Premium комплектуется материнской платой Falcon. Это делает ее более тихой и менее греющейся, чем старые системы. Внутри ящика в качестве покойника, простите, ЦПУ, покоится трехъядерный Xenon от IBM с 10 МБ встроенной ядра и 512 МБ оперативки. Графический интерфейс Dashboard – то и дело обновляется и улучшает функциональность Xbox Live и репутацию в игровых кругах. Для консоли доступна куча всяких аксессуаров – от рулей, микрофонов, лицевых пластин, веб-камер, проводных и беспроводных контроллеров до стильных танцевальных ковриков. Мультимедийная Xbox 360 поддерживает видео высокого разряжения в формате WMV, а также показывает картинки, слайд-шоу и исполняет музыку. Все это можно проигрывать с помощью собственных или стандартных устройств хранения USB – карты памяти, жесткие диски. Сойдут и компьютеры с предустановленной Windows Media Center, подключенной к локальной сети в потоковом режиме. Довольно шумная система охлаждения и отсутствие Blu-ray с Wi-Fi дает пору ее главному конкуренту PlayStation 3. В то же время количество эксклюзивных проектов на Xbox 360 заметно больше, а мультиплатформенные игры смотрятся лучше благодаря более простой архитектуре. Ну и не забывайте о новой уникальной системе управления – Natal, которая нас обещает порадовать в ближайшем будущем. Хороший повод, чтобы вновь открыть консоль для себя. Слушай, а когда голос возвращается? Нет-нет-нет, ты не подумай, я ничего против тебя не имею, ну, просто мне с ним как-то, как-то привычнее. Скоро твой дружок прилетит. А ты думаешь, мне тут хочется с тобой торчать? У меня вообще-то маникюр, солярий, спа, свидание, фитнес и йога. Твои голова начинают болеть. И вообще, я из тебя... В общем, помните про Иксбокс. С вами был Инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмоки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok